Сейчас нахожусь в Норфолке, это штат Вирджиния. Тут находится одна из самых больших баз военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Так вот, Пентагону было принято решение вывести суда, которые здесь находятся подальше в море, чтобы они не пострадали от урагана Флоренс, которому уже присвоена вторая категория. На месте остались только те суда, которые строятся, или же те, которые пребывают в ремонте. На данный момент сама Флоренс находится буквально в 100 милях от побережья США. Да, действительно, у нее вторая категория, вместо четвертой, как было раньше. Это означает, что скорость въезда достигает всего лишь 100 миль в час, это порядка 160 км в час. Однако это не означает, что ураган не является безопасным. Наоборот, он продолжает представлять опасность для тех, кто будет находиться на его пути. В частности, мы говорим о городе Вилмингтон, который находится в штате Северная Каролина. Именно на него в пятницу и в субботу придется основной удар. И дальше ураган уже будет двигаться по континентальной части Соединенных Штатов Америки. И в зону его действия, поражение, если так можно сказать, попадет порядка 10 штатов. Местные власти, федеральные власти очень сильно готовятся. Так, в штате Вирджиния были открыты два центра для людей, которым, возможно, потребуется помощь. Продолжают собирать люди воду и экстренные службы в том числе. Ну, а о том, как более конкретно проходит подготовка к встрече этого урагана, я предлагаю посмотреть в следующем материале. Вот как выглядят побережья в Южной Каролине сегодня. Казалось бы, тишь да гладь. Но картинка может измениться в мгновение ока. Ожидается, что ураган Флоренс будет долгосрочным и мощным для большей части Южной Каролины, включая области, отдаленные от океана. Власти предупредили жителей побережья о необходимости покинуть свои дома. И в четверг отведенное время истекает. А оставшихся стихия вскоре может отрезать от помощи. И хотя урагану присвоена вторая категория вместо четвертой, а предполагаемая скорость ветра снижена с 225 до 193 километров в час, последствия могут быть катастрофическими. Ведь ветер со скоростью свыше 62 километров в час считается ураганным. Говоря об ураганах, наибольшие опасения вызывают ливень и штормовые ветра. Сложно предположить, какие разрушения нас ожидают. Будь то сорванная крыша или оборванные электропровода. В любом случае, последствия будут нерадужные. Прогнозы траектории Флоренс постоянно меняются. Новые данные метеорологов заставили забеспокоиться жители еще одного штата. Власти Джорджии присоединились к своим коллегам из Вирджинии, Южной и Северной Каролины и объявили чрезвычайное положение. Таким образом, на пути урагана могут оказаться около 10 миллионов человек. Магазины дополнительно запасаются генераторами, бутилированной водой, фонариками и другими товарами для чрезвычайной ситуации. Мы делаем, что возможно, и нами сейчас движет тревога и адреналин. Не страх, поскольку мы мало что можем контролировать в этой ситуации, но беспокоит неизвестность, непонятно, когда и что произойдет. Президент заявляет, что правительство встретит шторм в полной боевой готовности. Мы готовы, мы способны. У нас самые лучшие люди, я думаю, во всем мире. Хотя всего два месяца назад администрация Трампа перевела почти 10 миллионов долларов с бюджета федерального агентства по чрезвычайным ситуациям на нужды службы иммиграционного и таможенного контроля, чтобы обеспечить депортацию нелегальных мигрантов. Представитель агентства заверяет, однако, что это никак не повлияет на защиту населения от урагана. У нас достаточно ресурсов для защиты, у нас достаточно ресурсов для восстановления. Это никаким образом не повлияло на наше положение дел. Национальный центр по ураганам предсказывает, что мощная стихия ударит по восточному побережью в пятницу, а затем двинется вглубь материка затяжными ливнями. Также большую опасность для себя представляет и дождь, которая придет вместе с этим ураганом. По прогнозам синоптиков, ожидается, что выпадет порядка 10 триллионов галлонов воды. Это 30 триллионов литров воды. Ими можно заполнить, в принципе, 15 миллионов стадионов, которые используются для плавания во время Олимпийских игр. Рома? Сложно себе представить все-таки физическое воплощение этой цифры. Саша, насколько вообще обстановка сейчас в Норфолге и те районы, по которым ты ездил, как движение по шоссе, насколько люди спокойны или, наоборот, нервничают? Рома, по моим наблюдениям, люди как-то так спокойно очень подходят к тому, что придет ураган. Одна местная жительница мне сказала, что она уже пережила три урагана, и, в принципе, четвертый для нее не представляет какой-то такой большой помехи. Она и с ним тоже справится. Движение на дорогах, оно обычное. Я не видел в той части Вирджинии, где я находился, чтобы люди заколачивали окна домов или закрывали свои бизнесы. Наоборот, все протекает таким же чередом, как и до урагана. Это означает, что люди, то есть, да, они, безусловно, готовятся. Можно сделать выводы по количеству, например, тех же машин на заправках, которые набирают бензин. Но какой-то такой паники, Рома, я не заметил.